Принц Уильям и герцогиня Кейт наняли няню Марию Боррелла в 2014 году, чтобы ухаживать за восьмимесячным принцем Джорджем. Няне теперь также заботятся о четырехлетней принцессе Шарлотте и принцеловой. Мария окончила престижный колледж Норленд в Бате. После этого она работала в аристократических и состоятельных семьях, получив лучшие рекомендации. К семье герцогов кембриджских она присоединилась в 2014 году, так и продолжив с ними свой рабочий путь. Одна из самых важных вещей, которым учит будущих нянь. Как только ребенок становится достаточно взрослым, важно планировать его день. Кроме того, Тереза Турион Боррелла имеет круглосуточный доступ к психологам и в случае необходимости даже к психиатрам. Учитывая ту ответственность, которая лежит на женщине за заботу о Джорджи Шарлотте и Луи, у няни есть доступ ко всем платформам, которые могут предоставить нужные услуги. Если дети расстроены, расслаблены, напряжены, то нужно обязательно поговорить с профессионалом, который поможет справиться с проблемой. Его модерируют обученные профессионалы, которые доступны 24 часа в сутки, чтобы гарантировать безопасность и анонимность всех участников, поясняют эксперты. Эта новость резко контрастирует с тем, что говорила Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. Сасекская была недовольна из-за невнимания к своему психическому здоровью. Она призналась, что у нее были суицидальные мысли. «Я просто не хотела больше жить», — сказала она. «И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль», — заявила Меган. Однако, учитывая работу Марии Боррелла, можно смело заверить, что в монаршей семье заботятся о психологическом здоровье представителей дома британской короны. Я уже неоднократно читала о том, что бедная Меган очень жалеет о своем скоропалительном решении о переезде. Дескать, актриса не взвесила все за и против, а теперь пожинает плоды. Но в Британии от них отказались, и теперь Гаврикам не приходится ничего другого, как страдать и портить собственную репутацию. Так, королевский писатель Том Бауэр, который на данный момент трудится на биографии герцогини, в одном из своих интервью заявил, что Меган буквально умоляет мужа вернуться в Британию, однако Гарри не преклонен. Откуда у него эта информация неизвестна, но поверим на слово или нет. На данный момент пара изолирована ото всех. Королевские родственники с ними не общаются, а новые полезные знакомства герцоги так и не завели. У них остались только их добрачные друзья, да и те со временем предпочитают компанию Уильяма, отметил писатель. Он также подчеркнул, что это Гарри против того, чтобы вернуться домой. Меган же поняла, какую ошибку совершила, и теперь хочет все извинить. Пара воспитывает двоих детей, которые до сих пор не знакомы со своими родственниками. В Британии дети всех членов королевской семьи хорошо между собой общаются. Дети сасекских же в данном случае являются изгоями, отметил Бауэр. На вопрос интервьюера, если ли у Гарри и Меган шанс вернуться в Британию, писатель ответил, что это категорично нет. К сожалению, Гарри и Меган собственноручно разрушили все мосты. Теперь их никто не ждет. Своим поведением пара дала понять, что им больше нельзя доверять. А это значит, что работать в фирме они не смогут. Семья отвернулась от них после того, как они отвернулись от семьи, заключил эксперт. Видимо, Меган поняла, что быть президентом США ей не светит. В кино ее не возьмут. А рекламные компании не приносят столько средств, сколько они получали на посту действующих членов семьи. Ну а письмо в Конгресс вообще поставило жирную точку на попытки Меган по-королевски продефилировать к власти. Со всех сторон неудачи? Да что ж такое? Один Гарри молодец, не планирует возвращаться домой. Проявляет мужественность. В последнее время я не очень-то верю словам данного вида экспертов. Слишком уж у них противоречивые данные. Как думаете, Меган действительно пожалела о переезде? В настоящее время британская монархия находится в сложной ситуации. Когда-то давно Елизавета Вторая обещала возглавлять королевский престол до своего последнего вздоха. А сейчас здоровье ее величество оставляет желать лучшего. Конечно, Букингемский дворец держит в строжайшей конфиденциальности все подробности о самочувствии 95-летней королевы. На днях монарх была госпитализирована в одну из лондонских больниц. А королевские врачи порекомендовали ее величеству взять небольшой больничный. Кажется, что недомогание Елизаветы Второй обычное дело, учитывая, что человек в возрасте. Но на самом деле ситуация серьезная. Скорее всего, в ближайшее время произойдет смена правителей. И пока главным претендентом на королевский престол является принц Чарльз. Сейчас принц Уэльский вместе со своей женой живет в резиденции Кларенс Хаус. В это поместье пара переехала еще в 2003 году. А раньше дом принадлежал королеве матери, Елизавете Второй и принцу Филиппу. Кларенс Хаус – резиденция с фамильной историей. Поэтому Чарльзу будет сложно в ближайшем будущем покинуть этот особняк. Но для чего Уэльскому придется переезжать в другое место? В связи с тем, что Чарльз – будущий король Великобритании, ему необходимо часто появляться в Букингемском дворце для решения дел мировой важности. Однако ранее стало известно, что Уэльский не хочет переезжать во дворец 775-ю комнатами. Кроме того, будущий монарх решил использовать главную королевскую резиденцию в качестве центрального узла монархии. Еще в 2017 году источники сообщили, что Букингемский дворец будет превращен в основную штаб-квартиру британской короны. И таким образом резиденция не будет являться постоянным домом для будущих наследников престола. Кстати, традиции вполне позволяют Чарльзу поступить таким образом. Букингемский дворец не является предпочтительным местом жительства королевской семьи. Даже Елизавета II не хотела жить в стенах этого дворца. В книге Пенни Джунор «Фирма» говорится, что королева изначально хотела остаться жить в Кларенс-хаусе после смерти своего отца, но сэр Уинстон Черчилль потолкнул ее величество к переезду. Никто из них не хотел туда ехать. Они любили Кларенс-хаус, это был семейный дом, но Черчилль, который тогда был премьер-министром, настоял на этом, говорится в книге Джунор. В данный момент вопрос переезда принца Чарльза и герцогини Корнуольской в Букингемский дворец остается открытым. Но в любом случае главная резиденция будет одним из самых знаковых мест в истории королевской семьи. Совсем недавно общественность всколыхнула неприятная новость. Королева Британии находится в больнице. Что могло случиться с ее величеством? Об этом предпочитают не говорить, но объясняют необходимость обследования тем, что монарх ведет слишком насыщенную для своего 95-летнего возраста жизнь. В настоящее время Елизавета II дома и по совету врачей старается больше отдыхать. Но кто же окружает монарха с той поры, как скончался ее супруг? Как стало известно, королева не любит обедать в одиночестве, а потому ей постоянно составляют компанию, друзья и близкое окружение. Вне всякого сомнения это дети и внуки монарха, а также мы знаем, кто еще входит в круг доверенных лиц Елизаветы II. Эту женщину можно смело назвать личным стилистом королевы, поскольку именно она дает советы ее величеству относительно выбора одежды. Стаж сотрудничества с Елизаветой II у Анжелы весьма внушительный – 25 лет. За эти годы Келли сумела расположить к себе королеву настолько, что стала ее близкой подругой, которой монарх всецело доверяет. До того, как попасть во дворец, Анжела работала для бритиш-амбассадор, а уже в 2012 году королева вручила ей викторианский орден. Интересно, что Келли – единственный человек, которому разрешили писать книги о британской королеве. В своих интервью Анжела не раз признавалась, что искренне любит Елизавету II, ценит доброе к себе расположение и испытывает благоговейный трепет перед ее величеством. Специалист не раз сопровождала королеву на различных мероприятиях, а в 2018 году была с ней на показе мод в компании Анны Вентур, главного редактора «Волк». Эту женщину часто называют правой рукой королевы и первой фрейлиной во дворце. Она имеет множество обязанностей и даже иногда сопровождает Елизавету II. Хассе уже 81 год, но эта женщина остается активной даже в столь почтенном возрасте. С королевой леди Сьюзан знакома уже 60 лет и впервые попала во дворец, когда родился принц Эндрю. Тогда ее наняли, чтобы отвечать на письма, которые мешками приходили в королевский дворец. С той пары Сьюзан стала не только помощницей, но и верной подругой королевы. Она приходится крестной матерью Уильяму и дружит с принцем Чарльзом. Леди Памела Хиггс, дочь лорда и леди Маунтбетин, которой сейчас 92 года. Долгое время она была фрейлиной королевой и ее доверенным лицом, и даже сегодня у них остались теплые дружеские отношения. Леди Памела неоднократно говорила, что Елизавета II – человек очень глубокий и душевный, преданный и лишенный эгоизма. Графиня приходится супругой сыну королевы принцу Эдварду. Несмотря на то, что она не является одним из важных членов королевской семьи, именно Софи не раз сопровождала монарха во время поездок в экипаже в церковь. Кроме того, у них есть общее увлечение. Королева и ее невестка любят смотреть старые фильмы. А еще известно, что ее величество очень тепло относится к детям Софи, леди Луизе и Виконту Джеймсу. Внуки королевы неоднократно были вместе с ней в Балмороле, а леди Луизу королева не раз называла своей самой любимой внучкой. Эта 57-летняя британская художница приходится дочерью принцессе Маргарет, покойной сестре королевы. С племянницей у Елизаветы II особая эмоциональная связь, и она искренне любит Сару и ее семью. Королева часто проводит с ними время и просто обожает сыновей леди Чата, Артура и Самюэля. Им удается не только пообщаться на разные темы, но и побыть простыми людьми, которые умеют шутить друг над другом, смеяться от души и чувствовать себя непринужденно. Принцесса Александра еще один человек, который составляет близкое окружение королевы. Она приходится младшей кузиной Елизавете II и была одной из подружек на свадьбе королевы и принца Филиппа. Александра всегда поддерживала монарха на важных встречах и официальных мероприятиях. О том, что королева очень доверяет ей, свидетельствует тот факт, что принцесса была в числе 30 людей, которые присутствовали на похоронах герцога Эдинбургского.